Анатолий, как звучал приговор, чего требовало обвинение и на чем настаивала защита? Ну да, как вы упомянули, он получил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. И вот что интересно, его не стали лишать движимого и недвижимого имущества, взыскав с него только денежные средства за проведение судебных экспертиз. И вот, зачитывая приговор суда присяжных, судья Айжан Кульбаева сообщила, что Бешимбаев осужден по двум статьям Уголовного кодекса. Это статья 110, истязание лица, находящегося в материальной зависимости от виновного, и статья 99, часть 2, пункт 5, убийство, совершенное с особой жестокостью. Вот здесь надо заметить, что прокуроры с самого начала судебного процесса, который начался еще 27 марта, и, как вы упомянули, транслировался в прямом эфире на канале Верховного суда, требовали наказать Бешимбаева именно по этим статьям. И вот первая предусматривает лишение свободы от 4 до 7 лет, вторая от 15 до 20 лет. И вот интересно, что защита Бешимбаева, как и сам 44-летний экс-министр, настаивали, что убийство Салтанат Нукеновой, так звали его, гражданскую жену, произошло непреднамеренно на почве ревности в результате несчастного случая, вследствие имеющихся у нее проблем со здоровьем. Но при этом адвокаты не учли видео, которое потом всплыло в результате реставрации уничтоженного видео с камер наблюдений, и, собственно, с видео самого Бешимбаева. Там вот как раз и было видно, что Бешимбаев истязал свою супругу, он ее пенал, бил, обстеркнул. Да, мы как раз показывали это в наших материалах неоднократно. Анатолий, в Казахстане отменена смертная казнь с конца 21-го года. Самое суровое наказание – это пожизненное заключение. Скажи, что говорят в республике о 24-х годах заключения для Бешимбаева, слишком мягкое или, напротив, слишком суровое, и что имеется в виду под учреждением максимальной безопасности? Ты вот тоже это произнес, 24 года тюрьмы в учреждении максимальной безопасности. Что под этим имеется в виду? Ну да, действительно, было требование пожизненного заключения. Но вот, в принципе, все сходятся на той точке зрения, что он фактически и получил это пожизненное заключение. Ведь если он выйдет из тюрьмы, то ему будет в этот момент 68 лет. То есть уже, как у нас говорят, будет шал, глубокий старик. И, в принципе, то общественное мнение, оно действительно воздействовало на вот это вот решение суда. Вот я разговаривал с адвокатом, и они говорят, что будь на месте Бешимбаева кто-то другой, там слесарь, монтажник, рабочий, водитель, он бы получил бы 15 лет. Но слишком большой резонанс. У него, кстати, есть возможность выйти по УДО, по условно-досрочному освобождению. Но это произойдет не раньше, чем через 16 лет. То есть все равно это очень и очень долго. И к тому же родственники должны будут подтвердить, что да, они согласны с тем, чтобы он вышел по УДО. Поэтому, в принципе, это и есть пожизненное заключение. Продолжение следует...